Здравствуйте! Вы смотрите программу «Мастер спорта». С вами Андрей Григуленко. Смотрите в этом выпуске. 8 побед подряд и уверенное лидерство в таблице. Крылья советов непобедимы в 2021 году. Старт плей-офф прошел в спокойном режиме. Баскетболисты Самары начали четвертьфинальную серию с двух уверенных побед. Новый турнир для будущих звезд спорта. В Самаре подвели итоги юношеского хоккейного первенства. Самарские крылья советов – главный фаворит в борьбе за выход в элиту российского футбола. Сейчас волжане лидируют в первенстве России, опережая ближайшего преследователя на 6 очков. За две недели команда провела три игры, в которых ни разу не пропустила и набрала 9 очков из 9 возможных. Подробнее расскажем в следующем материале. Футболисты крыльев советов в официальных играх в 2021 году только побеждали. Такую приятную серию игроки намеревались продлить в Брянске, где предстояло играть матч 31-го тура ФНЛ против местного Динамо. В ночь перед игрой на город оброшился снегопад, дренаж поля справился с осадками, но игровое покрытие все равно стало вязким. Это помешало командам продемонстрировать все свои возможности. Крылья, показывающие в последнее время комбинационный футбол, столкнулись с некоторыми трудностями. Свои моменты создавали, но так и не могли их реализовать. Забить у самарцев получилось лишь во втором тайме. Сначала на 71-й минуте Егор Галенков отличился с передачей Ивана Сергеева, а затем уже и сам лучший бомбардир первенства забил свой гол на 84-й минуте, после чего волжане спокойно довели матч до победы 2-0. Во втором тайме оказалось, что время нас немножечко поджало, мы уже начали упрощать игру, и в этот момент мы свой гол забили первый, ну, наверное, там фактически эта игра была до первого гола, потому что потом мы, хоть и забили второй, но самое главное, мы уже вообще, ну, наверное, 100% контролировали игру. Следующим соперником самарцев стал нефтехимик из Нижнекамска. Крылья принимали гостей на Металлурге. Матч получился очень напряженным. Начало встречи осталось за Волжанами. Уже на 10-й минуте Никита Чернов помог команде реализовать стандартное положение. Но быстрый гол не выбил соперников из колеи. Нижнекамцы очень агрессивно и плотно оборонялись и не позволили Крыльям показать сверхатакующий футбол. Однако их надежная защита все же дрогнула. В самом начале второго тайма Иван Сергеев поразил ворота соперника. После этого гости вновь собрались и не позволили самарцам добиться большего. Но и сами отыграть хотя бы один мяч не смогли. Итоговый счет 2-0 в пользу Крыльев. Если не видеть матч, то легкая игра была. Но легкая игра не была. И мы все время были под серьезным давлением соперника. И тут я отмечу, да, мы, конечно, намного больше создавали. Но то, как вот просто компактно, плотно продолжала играть команда, даже при счете 2-0 команда Нижнекамска. Ну, это очень хорошая команда. И как бы приятнее вдвойне, что мы выиграли у хорошей команды. Вывеска следующего матча навеяла приятную ностальгию на взрослых любителей российского футбола. Владикавказская Алания и Самарские крылья Совета в 90-х и нулевых радовали болельщиков яркой игрой в высшей лиге. Теперь же они, имея хорошие шансы, сражаются, чтобы вернуться в элитный дивизион. Матч, как и ожидалось от противостояния двух лидеров первенства, получился боевой. Моменты были у ворот обеих команд. Местные болельщики активно поддерживали свою команду, а потому хозяева атаковали чаще, но их подводила реализация. А вот самарцы своим шансом воспользовались. На 64-й минуте свой очередной, уже 29-й гол в текущем розыгрыше ФНЛ забил Иван Сергеев. После чего крылья стали играть по счету и смогли сдержать Аланию. Победа 1-0 стала для волжан уже восьмой подряд в ФНЛ. Крылья Советов возглавляют таблицу первенства, оторвавшись от ближайшего преследователя на 6 очков. В целом с трудом, тяжелейшей борьбе, но мы играли, наверное, более на счет и более правильно исходя из расклада сил. Ну и еще раз говорю, полное уважение к тому, как трибуны болеют, как относятся, как гонят футболистов вперед. Академия Крыльев Советов выиграла путевку на всероссийский финал первенства страны среди 17-летних спортсменов. В Самаре на стадионе «Металлург» прошел отборочный турнир по футболу среди команд со всего Поволжья. 12 спортивных школ прошли сито отбора в два этапа. Кто составил конкуренцию с самарцем, в эксклюзивном репортаже расскажет наш корреспондент. У команд Премьеры Лиги нашего возраста отдельные турниры из Дюро. Записать спокойное интервью со старшим тренером команды Академии Крыльев Советов оказалось не так-то просто. У самарских молодых футболистов эмоции бьют через край. Они только что выиграли долгожданную путевку в финал всероссийского первенства среди 17-летних игроков. В последнем седьмом матче турнира по Волжье они уверенно победили со счетом 4-1 и Жевский «Зенит». А еще по разнице забитых и пропущенных мячей обошли команду «Нижний Новгород». Очень напряженные игры. Все практически напряженные. Ребята выдавливали из себя практически все силы и жилы. То есть настолько это было красочно. И на первое место все-таки выходит мастерство. Техническое мастерство. Победитель первенства по Волжье футбольный клуб «Оренбург» в турнире проиграл один раз. Два последних матча в итоге решили судьбу золотых медалей. Сначала в упорной борьбе со счетом 1-0 сдался и Жевский «Зенит». Затем «Нижний Новгород» подарил победу чемпионам 3-1. Ребята настроились, горели желанием, чтобы это первый раз, когда «Оренбургская команда» еще до этого ни разу не выходила в финал России. И до конца добить и занять первое место золотые медали. Результат должен быть. Мы стремимся, работаем над этим. Статистика статистикой, но турнир показал. Пандемия внесла свои коррективы в игру. Накал страстей на футбольном поле зашкаливал. Делится впечатлениями арбитры первенства. Практически год не было соревнований. Естественно, может быть, это отразилось на качестве игры команд футболистов. Но желание перехлестывало. Ребята, видно, соскучились по футболу. Поэтому было очень много предупреждений, удалений. И судьи, в принципе, достаточно нормальной отработки. Первенство по Волжье в Самаре шло 10 дней. Каждая из 12 команд сыграла по 7 матчей. Сначала участников поделили на две группы. Команды, занявшие первые и вторые места, вышли в финал соревнований. В итоге золотые и серебряные команды, а это «Оренбург» и «Академия крыльев Советов», получили путевки на первенство страны. Хороший результат для нашей «Академии». На этом турнире никто не проиграл. Этот турнир, и такие турниры делаются для того, чтобы ребята развивались, прибавляли, росли как футболисты. У нас выпускной класс 2004, да. Следующий этап – это Ю-19, «Крыльев Советов-2». То есть мы сегодня выстроили эту пирамиду в клубе для того, чтобы ребята видели, куда им дальше развиваться и куда стремиться. Первенство России пройдет в мае. В каком городе и какие команды составят конкуренцию «Академии крыльев Советов», кроме «Оренбурга», пока неизвестно. Ясно одно – они так же, как и самарцы, будут представлять профессиональные клубы низших футбольных лиг России. Для футбольных школ клубов «Премьер-лиги» пройдет свой турнир. Баскетболисты «Самары» успешно начали раунд плей-офф Суперлиги. Волжане на домашнем паркете дважды обыграли ярославский «Буревестник» и повели в четвертьфинальной серии до трех побед со счетом 2-0. Теперь «Самару» от полуфинала отделяет только одна победа. Подробности прошедших встреч, одна из которых закончилась рекордным достижением, расскажем в следующем сюжете. В баскетбольной Суперлиге закончился регулярный чемпионат. Теперь каждая игра на вес золота, ведь теперь на кону действительно медали этого достоинства, а не только почетное звание победителей регулярного этапа, кем и стали баскетболисты «Самары». Волжану в четвертьфинальном раунде в сопернике достался ярославский «Буревестник». В регулярке обе встречи остались за «Самарцами». Первый матч серии начался не очень результативно. В дебюте встречи «Самара» сделала небольшой рывок, но гости смогли на него ответить. Но затем «Самарцы» нащупали свое нападение и начали отрываться в счете. На начало нам не хватило какого-то настроя, какой-то концентрации. Мы были вялые, подстраивались, наверное, больше под соперника. Их можно понять. Они старались где-то в позиционном нападении чуть подольше. У них маленькая ротация. У нас же скамейка сейчас. Нет проблем ни на какой позиции. Уже к большому перерыву перевес «Самары» стал двузначным. А во второй половине игры разрыв постепенно увеличивался. Важную роль сыграл и новичок команды «Айкноваму», который в одном из моментов игры набрал 9 очков подряд. Очень хорошая игра. Мы выполняли установки тренера, выполняли комбинации. И по счету вы сами можете увидеть, что получилась очень хорошая игра. Четвертая четверть стала формальностью. «Самарцы» спокойно контролировали встречу до финальной сирены и начали плей-офф с уверенной победы. 89-65. Начало второго матча серии для «Самарцев» вышло крайне неудачным. С пропущенного рывка 2-9. Только после такого удара хозяева пришли в себя и смогли сравнять счет. Но ярославцы продолжали упираться и по итогам первой четверти все же оказались впереди. Однако дальнейшая часть матча прошла полностью под контролем самарских баскетболистов. Мы не очень хорошо начали, наверное, пропустили рывок, такой стартовый, 9-2, по-моему. Потом включились и сделали хорошую разницу и уже просто контролировали игру и довели дело до конца, наверное. Вторую четверть «Самары» начала с рывка 12-0. Потом позволила сопернику немного приблизиться и снова выдала серию точных атак, благодаря которым хозяева добыли преимущество в 15 очков. Дебют и третьей четверти «Самарцы» выиграли в сухую. Разница достигла 25 очков и в итоговом результате матча сомнений ни у кого не осталось. С уважением к сопернику, конечно, они как могут, так и не борются. Их хватило сегодня на два периода, на 20 минут. Потом просто не хватило сил. Кто-то сел там за фолов, у кого-то не получилась игра. Ну, с уважением к сопернику, они боролись как могли. Мы же старались играть полной ротации и, в принципе, задачу на игру мы сегодня выполнили. Единственным вопросом осталось итоговое количество очков в матче. Самарцы смогли порадовать публику и выбили гроссмейстерскую сотню в самой концовке встречи. Команде впервые удалось преодолеть рубеж в 100 очков в матче плей-офф. 102-71 – вторая победа «Самары» в четвертьфинальной серии. От полуфинала игроков отделяет всего одна успешная игра. В «Самаре» прошел новый хоккейный турнир. Федерация хоккея «Самары» при финансовой поддержке городского департамента спорта провели первенство «Самары» среди юношей. Возраст спортсменов – 15-17 лет. За места на пьедестале почета сражались пять команд. Кто стал первым, расскажет наш корреспондент. Тренер любительской команды «Союз» Иван Шумихин готовил своих хоккеистов к финальной игре первенства «Самары» не один год. 16-летние хоккеисты несколько лет до этого триумфа играли во всероссийском турнире «Золотая шайба». Некоторые прошли еще и школу профессионального хоккея, но продолжить карьеру в большом спорте им помешали травмы. Показать свое мастерство молодым дарованием выпал шанс на этом турнире. Для меня каждый турнир очень важен, и я для него по-своему настраивался. Но после его завершения я уже начал готовиться к другому турниру, к первенству области. Так как нам удалось выиграть первенство «Города», мы более настроены, уже более ответственно подходим к этому. Не хотим никого подвести, будем стараться. В последней игре первенства «Самары» встретились принципиальные соперники «Союз» промышленного района и «Чайка Красноглинского». Исход матча решили последние секунды. Хоккеисты «Союза» забросили победную шайбу 5-4 и стали чемпионами первенства «Самары». «Чайка» заняла второе место. Спустя неделю прошла торжественная церемония награждения в педунивере, когда эмоции игроков и тренеров поутихли. Ну, все хотели золота, конечно, но не получилось немного. Уже не так обидно, наверное, но все равно обида присутствует после поражения. А так уже подуспокоились, уже готовимся к другому турниру. В первенстве «Самары» по хоккею в 21 веке среди юношей до 17 лет за места на пьедестале почета сражались три клуба. «Чайка» и «Союз» выставили по две команды. Дублеры заняли, соответственно, четвертое и пятое места. На третьем достойно разместился меридиан Куйбышевского района. Мы этого турнира очень долго ждали и с удовольствием выступили на нем. Спорт – это спорт. За полем мы друзья, а тут соперники. Кроме заслуженных медалей, отличившиеся хоккеисты получили еще индивидуальные призы. Даниил Попсуйко из меридиана стал лучшим нападающим турнира. Игроки «Чайки» победили в трех номинациях. Лучший вратарь – Матвей Медведев. Защитник – Семен Пелькин. Бомбардир – Дмитрий Катков. Награду вручал декан факультета физкультуры и спорта Педагогического университета Александр Левченко. Он уверен, эти хоккеисты через какое-то время смогут стать хорошими тренерами. Тот, кто в спорте, те, в принципе, потенциальные наши абитуриенты и в будущем уже студенты. Первенство Самары по хоккею состоялось благодаря совместной и плодотворной работе Федерации хоккея Самары и городского департамента физкультуры и спорта. Наконец-то это случилось, потому что у нас 16 лет не проводилось городских мероприятий, городских соревнований. Сейчас у нас новая областная федерация, с новым руководителем. Кстати, у нас есть хорошая городская федерация. У них есть очень плотные взаимодействия. Областная федерация дала полномочия на проведение городских соревнований, городских этапов городской федерации. И вот состоялся турнир. Показали хорошие результаты. Это очень хорошее начало. Я думаю, что мы таким темпом пойдем победно по всей стране. Разносить всех пух и прав. Сейчас победители и призеры первенства Самары по хоккею играют в областном турнире такого же статуса. Первые матчи уже прошли, и самарцы выступают достойно. Обладатели медали определятся в конце весны. На этом наш выпуск завершен. Больших побед вам. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok